Сотрудничество двух известных современных художников Абхазии Адгура Ампар и Батала Джапуа уже давно не новость. В прошлом году мастера представили свою первую совместную выставку в стиле абстракционизм. Новая экспозиция – это работы, выполненные в различных стилях и техниках за последний год. Здесь фактически все стили и жанры, которые нам известны в искусстве. То есть это живопись, графика, это композиции, это натюрморты, это этюды. И еще вторая особенность, как мне кажется, несмотря на то, что это два разных художника, но поскольку они находятся в одной культурной среде, живут одной культурой, то получается, что работы совсем не выбиваются. То есть по экспозиции мы видим единую композицию, сделанную в едином ключе и воспринимаем ее как единый образ. Одна стена полностью отдана под абстрактную графику авторства Адгура Ампар. Здесь есть работа и в цвете, но центром композиции стал диптих Адам и Ева, выполненный карандашом. Культура отношения к графике тоже должна быть как-то на уровне. Если раньше я рисовал на каком-то клочке бумаги, и этим как-то был рад, и этому был рад, то старшие коллеги сказали, что это все, конечно, интересно, хорошо, но это какое-то некое баловство. Все-таки серьезнее займись этим. Я вот на какой-то мере вот этот шаг, вот такие большие листы графические, это некий для меня такой шаг ответственный, серьезный, да, вот я как-то так этому рад. Напротив графики стена с этюдами Батала Джапуа. Сухумская набережная, парки, словом, городские пейзажи, яркие, словно открытки, раскрыли давно известного художника с новой стороны. В свое время Батал Джапуа создавал на историческую тематику, потом перешел на пейзаж, потом на портрет, потом еще на разные направления. И теперь тоже вы видите, да, колорит у него совершенно изменился, пейзажные работы, уголки города Сухума и так далее. Если сравнивать с прошлыми какими-то работами эти, эти работы какие-то очень свежие. Касательно Батала, да, Батал был сух, Батал был очень, но он же по профессии был неживописцем, он начал писать, писать, а вот раскрывается, очень интересные работы, особенно у этой абстракции его. Еще один успех выставки – сюрреалистичные работы Адгура Ампар. Данное направление, не очень популярное среди абхазских художников, вызывает живой интерес у Адгура. Одна из сюрреалистичных композиций представлена в форме триптиха. Мне показалось, что именно та информация, которую я изначально хотел проговорить, она легче преподнесется и прочитается именно в трех работах, да, там есть какая-то такая вот поочередность, да. Называется «Три ипостаси золотого яйца», то есть история про золотого яйца, которая рождается в мыслях, в действиях, ну и потом вообще как бы родилась. Именно сюрреализм Адгура Ампар вызвал наибольшие дискуссии и привлек внимание как студентов, так и известных художников. По большому счету здесь классического сюрреализма тоже нет еще, но вот попытки создать композиции на эту тему, для этого нужно обладать неким таким мужеством, мастерством и видением, и определенными знаниями в разных областях. И он рискнул. Я понимаю, что это не первая его работа, но тем не менее эти работы впечатляют. Человек, который был монахом, человек, который был настоятелем большого монастыря, он, ну сложно, это очень тяжело, я даже никогда не спрашивал у него, почему так, почему не так. В нем, вот я уже говорил, все фонтанирует, у него столько замыслов, у него столько хочется сказать. Работа мне очень понравилась. Несмотря на то, что каждый из них работает в своей манере, каждый выполняет свои задачи, у одного стоят более реалистические, у другого стоят задачи более сложные, и тем не менее они как-то сочетаются друг с другом, несмотря на то, что взгляды у них на какие-то определенные вещи совсем иные. Все работы, представленные на выставке, продаются. Цены от 10 до 60 тысяч рублей, в зависимости от того, сколько сил и времени вложили художники в картину. Исключение составляют лишь несколько произведений Батала Джапуа, которые автор хочет либо доработать, либо оставить в своей коллекции.